В Одинцовском историко-краеведческом музее открылась новая экспозиция. Здесь представили редкие, интересные кадры из жизни первого космонавта. Ими поделился объединенный мемориальный музей имени Гагарина в рамках совместного проекта. Мы продолжаем наш проект, звездный проект, можно сказать, космический проект, который мы еще начали в мае месяце, когда вся страна и весь мир, не побоюсь этого слова, отмечал 85-летие первого космонавта. Почему пал выбор на Гагарина, вы все знаете, да? Потому что Королев определил из претендентов Юрия Алексеевича Гагарина за его улыбку. Потому что он должен был, выбирался для всего мира, человек мира. Но кто еще мог попить чаю с королевой Англией? Два с половиной часа беседа длилась. Я когда вышли, спрашиваю, Алексеевич, ну как королева? Замечательная женщина, больше ничего не сказал. Объектив видеокамеры Григория Васильевича одним из первых увидел высокий полет Юрия Гагарина в космос. Сегодня полковник в отставке с теплотой и гордостью вспоминает об этом ярком событии его жизни. Горжусь тем, что был участником запуска Гагарина. У меня там на станции, где я работал, стояла станция «Заря», дублер той станции, на которой работал Королев Сергей Павлович. И мы слышали, все люди слышали голос Гагарина, поехали. А я тоже это слышал все. Старт прошел очень успешно. Мы рукоплескали. Я за запуск Гагарина был представлен до срочного предстояния звания старший лейтенант. Вот, получил премию в сто рублей. Это были большие деньги в то время. Взгляд полный надежд и веры в будущее. Обаятельная улыбка и знаменитая «Поехали!». Именно таким мы знаем и помним Юрия Гагарина. Он совершил высокий полет и навсегда остался в истории отечественной космонавтики. Участники выставки вспоминали, каким был Юрий Гагарин. В Гурзуфе, в санатории, играли в волейбол. Конечно, все только на него смотрели, как он мяч там принимал, как удары. И получалось так, что называли его просто Юра. Юра Бейтен, Юра Дабай. Печатное издание времен полета Гагарина в космос сохранилось до наших дней и было представлено посетителям выставки. А еще среди экспонатов – настоящий космический скафандр, ложемент, в котором Гагарин приземлился на Землю, художественная литература о первом полете в космос и много всего интересного. Его звезда уж точно не погаснет никогда. Вот и сегодня добрая улыбка и взгляд Юрия Алексеевича Гагарина осветили стены историко-краеведческого музея Одинцова. На выставке, посвященной 85-летию Гагарина, представлена целая галерея фотографий его детства, юности, трудового пути и, конечно, подготовки к первому полету в космос. На выставке имеется также и автограф Юрия Алексеевича, и его первые впечатления от полета в космос, где он сказал «В корабле-спутнике я увидел, как прекрасна наша планета». Выставка продлится до конца августа, а после ее можно будет увидеть в московских музеях. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.